Здравствуйте всем привет ролик последующий пока есть время пока праздники всех кстати с 9 мая днем победы советского народа так что у нас тут происходит отсутствует текстуры находим external date find missing находим где они находятся и подключаем и так у нас вот такой персонаж как его можно изменить давайте выберем всего персонажа выберем транспоз гизму и вот так его вытянем у нас уже большой персонаж получается кстати можно его таким вот использовать смотрим что получилось так одежду можно удалить нитки можно удалить добавить какие-то другие допустим щит доспеси какие-то добавить и будет уже другой персонаж заходим я тут уже сделал полностью набор вот такой персонаж вставил ему глаза вставил ему зубы веки вставил чтобы анимацию моргание делать так что еще и вот вопрос как сделать рик чтобы ремень при анимации когда он привяжется к телу не растягивался до адекватно себя вел давайте делать когда рик переключаюсь в рэндом маткап ну погнали shift а арматура single bone выбираем опять же косточку все по прошлым роликом in front выбираем кости заходим в edit mode английская а н панель screen cascade сейчас включаем так теперь с и смотрите нам нужно поставить эту косточку вот эту кость так чтобы она не зацепляла не низ не вверх потому что при анимации когда она будет значит вести себя ну допустим изгибаться да вот нужно ее поставить выше и чтобы она не зацепляла вот этот край тогда вот джи чуть пониже и вот таким образом вот она уже нигде ничего не зацепляет и изгиб будет происходить на как делать находятся ребра ну давайте я побыстренько уже ставлю эти кости кость на шею кость тройка на нам паде джи можно прям по позвонку их вот так вот выстоять ну а тазово оставить на месте или тоже чуть-чуть и загнуть в бок это не принципиально так что у нас тут получается чуть-чуть сдвинулись кости это не проблема тоже это шея вот она тройка на нам паде значит где выставляем кость на голову первым делом я всегда делаю косточки для зубов пальцы и давайте их подальше таки shift d эту тип пониже чтобы они при связке не как не связались да теперь shift d и делаем дубликат и вот здесь еще вопрос значит по шее я его уже показывал предыдущих роликах значит с выставляем косточку и если у вас будет тянуть подбородок просто shift d поставьте вот косточку ниже вот сюда ее можно привязать к позвоночнику какой-нибудь вот верхней этой кости допустим и все будет нормально к голове вязать нельзя потому что ну получится что если голову будет опускаться будет опускаться и кость ctrl пи и пол сет опа ctrl z вот эту к этой ctrl пи и пол сет эту косточку вяжем голове кройка на нам паде как ctrl пи и пол сет cfd выставляем косточку вверх чтобы у нас голова значит тоже получила свои веса и когда будет косточка вот этот рот закрываться чтобы вот эта часть вот именно вот эта часть не деформировалась так есть такое дело теперь вяжем зубы верхние через ctrl пи к верхней части к неподвижной а эту к нижней части к подвижной ctrl пи и пол сет надеюсь звук теперь будет получше я тут немножко полазил вроде бы в начале записи звук вроде чистый потом может вентилятор включается именно у ноутбука что-то суметь стал такого вроде не было замечено так есть такое дело теперь что нам нужно сделать выбираем низкости alt пи clear parent и выставляем значит ключицу делаем r g можно ее подальше увести ну вот чтобы она где-то вот тут выставлялась впереди ну именно на своем месте да теперь от нее е вытаскиваем кость и смотрите выводим ее под углом ключицу и косточку семерка на нампаде чтобы она попала именно на локоть и ушла в бок давая возможность именно косточки видеть в какую сторону потом сгибаться так е вытаскиваем подгоняем чуть-чуть поменьше G на запястье и вот здесь сейчас будет немножко геморр я на ускоренном наверное это дело промотаю вытаскиваю кость теперь вытаскиваем от этой косточки еще косточку вот так и тут главное поставить под нужным углом чтобы попасть именно вот на этот палец так это значит у нас идет сустав косточка первая значит фаланга вторая это выходит уже Е3 и вот когда выставляем видите что получается иногда сбой вот в этой вот направлении но это не проблема теперь что делаем можно выделить все косточки дублировать и просто покрутить почему потому что пальцы изогнуты и каждую вот это выставлять в принципе геморройная система 5g опускаем только вот эту кость в них делаем фалангу смотрим со всех ракурсов как это все дело смотрится ну как то так и смотрим чтобы палец именно точно был в меше выбираем выбираем опять делаем 6d здесь пальцы вроде бы вот под уклоном уже попадает уже прям радостно так и вот этот палец 6d немножко нужно поизвращаться делаем S делаем G подставляем смотрим как он тут установился немножко выравниваем все это дело так опять же смотрим чтобы вот эти кости выше ниже не были меша ну чтоб нормально все тут руководилось так вот эти особо особливо вот они которые в руке чтобы они были вот эти прямо внутри вот этого всего действия так теперь от этой штуки к этой кости от этой к этой и вот так вот добавляем для чего это делается для того чтобы при анимации вот эти косточки позволяют руке потом быть более мягкой более эластичной вот за счет вот этих костей из G можно их подальше отвести эту сделать маленькую она будет чисто для управления вот так а вот эти будут гнуться и получается полное сухожилие так теперь с FD еще один палец добавим перекрутим вот в такое положение перекрутим перекрутим G подставим подкорректируем здесь уже чуть-чуть по-другому идет костная система это да так и вот с другого бока тоже надо будет все это дело смотри подставлять вот я считаю на ускоренном вам и показал да так ладно будем не ускорять этот процесс так мы выставляем эту косточку вяжем к этой ctrl-p кипл-сет и вот эти давайте кости ctrl-p кипл-сет почему потому что я их отделал делал их по отдельности добавлял и поэтому их нужно связать ну чтоб они знали что они привязаны именно эта кость к этой кости вот так смотрим чтоб ни один палец не вылазил куда не надо покрутили посмотрели вроде бы все нормально если что в процессе можно будет исправить теперь E вытаскиваем управляющую кость ctrl-p кипл-сет соединяем и вот эту маленькую косточку вот эту вяжем к этой ctrl-p кипл-сет опять же для чего вот эта управляющая кость связывает всю руку потому что вот эта косточка привязана к ней а вот последующие кости они привязываются к кипл-сет так ключицу вяжем давайте к этой кости ctrl-p кипл-сет в принципе можно вот эту привязать и к этой ctrl-p кипл-сет так что еще так ноги так сначала делаем бляху кройка на нампаде cfd нам понадобится кость сделаем ей n сделаем ей s вот так и поставим ее где-то в пупок не наружу а чтобы в меше был вот здесь можем вытащить вперед чтобы не было назначено веса и привязать потом к ней бляху в увезти куда нам надо вяжем ее в тазу ctrl-p и попсед так тройка на нампаде вот так что еще можно сделать ну давайте вытащим еще одну косточку это значит E вот так отсоединим и на всякий случай поставим в грудь чтобы у нас грудная клетка при анимации не деформировалась ну не сужалась и привяжем вот эту косточку ну опять же вот к этой кости позвоночной ctrl-p и c так все это дело есть давайте ноги теперь добавим в принципе что можно уже назначать привязывать alt-p clear parent так clear parent g вот здесь опять смотрим нужно ноги поставить именно уклон до колена точно чтобы нога знала куда гнуться вот наискоси ставим но не доводим ее до ремня вот все вот до таза до довели и будем теперь вытаскиваем косточку E вот сюда для чего это делается для того чтобы при повороте таза у нас опять же не сужались вот эти тазовая кость alt-p clear parent вяжем вот эту кость вот эту через шифт и к этой кости ctrl-p и так есть такое дело теперь делаем ногу выводим и косточку потом здесь добавляем две кости почему потому что значит у нас тут пальцев очень много давайте чуть-чуть выровняем чтоб нормально было так тройка на нам паде и вытащим управляющую кость alt-p clear parent эту косточку опять же как и руку вяжем на управляющую кость ctrl-p keep all set добавляем е косточку ориентира alt-p clear parent на колено вяжем ее к нижней вот этой части ctrl-p keep all set так 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 ну в принципе что ну все сторона сделана так вот теперь зубы вот с этими зубами я никогда их не привязывал нужно их как-то объединить наверное с нижней челюстью и ставить тогда уже персонажа так тройка на нам паде давайте сделаем сразу и глаза это я вытащу отдельную косточку для чего если я сейчас возьму косточку челюсти я и так ее три раза скопировал они потом могут вместе в район друг друга находить и связываться будет гемор alt-p clear parent так делаем s выводим вперед выравниваем приблизительно так выставляем по глазу вот вот так тройка на нам паде делаем сфд еще одну косточку так ctrl z здесь главное не сбиваться сфд щелчок и с помощью мост на нем сфд сфд на нам паде то они выставлены где глаза давайте сюда увидим а у него башка маленькая так теперь вот эту косточку делаем центральным цирк ставим ее сюда, посередине, делаем ей L, делаем ей S. Эту кость, вот эту, вяжем этой, Ctrl-P, People-Set, а эту вяжем в голове, Ctrl-P, People-Set. Эту косточку вяжем тоже в голове, чтобы она двигалась вместе с персонажем, а не отдельно, Ctrl-P и не стояла на месте без толку. Так, на глазах кости есть, на челюсти есть, у персонажа кости выставлены, кройка на лампаде и прям вот эту одну сторону выделяем, не забываем никакую косточку, проверяем, особенно управляющие, кисти рук, чтобы все выделились. Ну и вот эти две глазные. Все. Единица на лампаде, делаем SSD-челчок, правая кнопка мыши Mirror или Global. У меня по X, если у вас стоит по другой оси персонажа, то тогда нажимаете по Y или по Z и точно так же, значит, переносите. Или ставите автоматически вот симметрия, и она должна отверталить автоматически. У меня почему-то так не работает она. Раньше работала, сейчас перестала. Так. Ну, получается вот такой рик. 20 минут на вопросах. Теперь заходим в Object Mode, выбираем нашего персонажа, я привязываю Ctrl-P. Пусть автоматик выйдет. К телу все привязалось, не материться, значит, сетка получилась у меня нормальная. Так. Теперь выводим глаза, выбираем глаза. Глаза должны быть отдельно. Два глаза. И чуть-чуть вниз их можно опустить. Смотрите, теперь как выставляем глаза. Глаза выставляем именно вот, чтобы в центре была вот эта начальная косточка, была в центре. Семерка на нампаде. И желательно, чтобы она, ну, поточнее вставляла. Для чего это делается? Для того, чтобы когда будет крутиться глаз, он крутился от центра. Не от задней части, допустим, а вот именно от центра. Ни влево, ни вправо, ни вбок. И потом, если что, можно их еще подправить. Так. Косточки, конечно, вот эти можно сделать еще поменьше, но они все равно будут скрываться в меше, так что пускай большие будут. Так. Теперь у нас выходит, что нужно вытащить, так, вытаскиваем зубы. Зубы можно выбрать вот в этой панели. А, у меня есть трое. И теперь с помощью молв, вот так и он грубо вперед. Верхнюю челюсть, значит, на верхней кости. Вот так вот. А эти, наверное, я объединил, значит, клыки через Ctrl J сочетание клавиш. Теперь это один меш. Но его можно при надобности разделить. Заходим. Выйдет мод. Вот, видите, один меш. Значит, мы выберем какую-нибудь вершину, полигон, нажмем английскую L. У нас вот выделяется один звук. Потом выделяется второй звук. И, нажав P, английское, нажимаем C, теперь у нас опять раздевается все это дело на разные меши. Кстати, это вот есть не очень иногда хорошо, потому что при анимации бывает все эти части потом распадаются. Ну, не зубы, конечно. Ну, допустим, рука, если будет составная с нескольких частей, когда вы ставите кости, у вас будет все это разлетаться. Если у вас, допустим, сделана развертка, порезана модель, то тоже вот эти бывают косяки. Так что лучше все это потом, как говорится, запекать. Делать модель цельную и запекать вот эти все текстуры на нее. Но я так и не делаю. Это, в принципе, долго. Мне это не столь важно и не нужно. Так, погнали. Вяжем теперь стон. Вяжем... Так, давайте настроим сначала персонажа, а потом будем еще вяжать пост мод. Стройка на нампаде. Вяжем ноги. Выбираем косточку управляющей ноги. Не путаем левую заднюю. Так, правую и левую. Ctrl-Shift. Сейчас сочетание клавицы Invers Kinematic. Теперь получается у нас ставим влияние на две кости. И выставляем... Ну, сейчас выставим вот эти вот управляющие пока. Ctrl-Shift-C. Универсы поставим. На две кости. Руки тоже настроим. Ctrl-Shift-C. На две кости. И эту руку тоже в Ctrl-Shift-C. Invers Kinematic. На две кости. Так, теперь нам что нужно? Узнать, как называются вот эти вот передние кости. Заходим вот этот бегущий человечек. Name нажимаем. И видим, что у нас, значит, четвертая одна кости. Одна восьмидесятая. Тройка на нампаде. Значит, мы выбираем Invers Kinematic. Заходим в констрейн этой кости. Находим арматуру. Ставим. И вяжем на... Так это... 0. Там четвертая кость. Вот, вы видите, даже она не вышла, не перекрутилась. Если она перекручивается, поправляем поле Angel. 90. Минус 90. 180. Минус 180 градусов. Выставляем. И колено становится на свое место. Так, а эту косточку опять же выставляем арматуру. И это у нас уже будет восьмидесятая кость. Enter. Все. Теперь name и нам вот эти не нужны. Наименование кости. Когда мы будем поднимать теперь G кости, у нас, видите, кость будет следовать смотреть на колено, на вот эту кость ориентира. Заговариваюсь уже. Так, заходим в ObjectMod. Повязываем теперь давайте зубы. Выбираем зубы через левую кнопку мыши. Выбираем через Shift косточку. Rig. PostMod. Ctrl-P. Bond. Выходим в ObjectMod. Выбираем опять же кости. Smash. Потом кости. Потом PostMod. И Ctrl-P. Бонус. То же самое нужно сделать с глазами. Выбираем глаз. Выбираем кости. PostMod. Выбираем нужную кость. Ctrl-P. Бонус. Много роликов я уже снимал, как вставлять кости. Там просто настроек. Настройки разные. И в зависимости от персонажа есть сложности, короче, уже в сложных ригах. Я их стараюсь поменьше делать. Потому что там настройки очень много. Ctrl-P. Бонус. Ну вот и все. Зубы настроены. Персонаж настроен. Так, что нам нужно дальше делать? Давайте все это в персонажа ставим. Стройка на на-паде. Да, вот хорошо, чтобы еще веки настроить. Но это я в следующем ролике настроил. Так. Вот этот базовый я сохраню. File. Save. Post. Длинный. Rig. Так. Этот персонаж будет тоже выложен в группе, где у меня 3D модели. Вы можете его там скачать. Ну или уже предыдущий там выложен. Можете попробовать с того персонажа сделать вот такого переделанного. Так. Ну а теперь выбираем кости. Заходим в PostMod. Значит, первую кость выбираем с помощью мов. Ровненько. Так. Заводим его, значит, у нас черепушка. Следующую кость, то бишь, через Вики, в чем весь косяк. Не привязалась, просто кость дублированная. Ничего, это не проблема. Заходим. Попробуем сначала отрезать. Alt-P. Clear. Parent. Теперь выбрать опять же по новой и перевязать в PostMod. так. Это Ctrl-P. Бон. Так-то движется, потому что два предмета выбраны. Ну вот, зубы ушли подальше одни и перевязка прошла. Ну, я думаю, должен привязаться. А там как пойдет. Возможно, придется новую коточку вставлять. Нет. Все. Вот когда две кости дублированные находятся рядом, вот такая штука и происходит. Так. Крутите подальше. Губу можно выстоять. Так. Что еще у нас? Ну, мы можем теперь взять, выбрать глаза и вставить глаза, значит, нашего персонажа. Вот ключами не нужно, чтобы видеть, чтобы он точно уже попал под веко. Вот персонаж низкополигонален, я показывал в прошлом ролике. И, в принципе, для игрушки-то он пойдет, там, где нет анимации, жестов, ну, разговора какого-то, да. А вот именно для других событий тут уже, получается, у него чуть-чуть недостатки. В плане какого, что не видишь, куда выставлять кости, что тянуть. Вот, допустим, века, а его нету. Можно тянуть просто вот этот меш, вот этот. Или вот добавить отдельные, значит, веки. Ну, как вариант. Так. Вот есть веки у нас. Их можно сгладить, чтобы они были гладкие. Так, все в мыши. Единица, кройка на нампаде. Давайте посмотрим, как он выглядит. Вот так, да. Выберем всего вот этого гаврика. И желательно привязать его в 3D-диометрию. Или лучше в 3D-курсору. Ну, если вы будете двигать шапки там или вот зубы, да. Смотрите, какой котят. Если вы сейчас зайдете в постмод и начнете двигать, только на нампаде крутить челюсть, а это челюсть крутится нормально. Ну, значит, она привязана к 3D-геометрии. Ну-ка, проверим. Раз я или нет. Выберем персонаж. Нет, 3D-курсору привязан. Ну, знаете, если вдруг будет крутиться по какой-то дуге, по дуге, там, овалом, по дуге, там, еще как-то двигаться неправильно, ни на точке на одной, да. То, значит, перевяжите вот этот меш с origin, допустим, на 3D-диометрию. И тогда вы сможете здесь им пользоваться. Вот глаза, глаза, желательно тоже, вот, выбрать и привязать к геометрии, чтобы потом, если они собьются, можно было их подправить вот так вот. А остальное пусть привязано в курсон. Так, кройками нам парим. Итак, а вот еще что, я бляху не привязал. Выбираем бляху. Я ее тоже привяжу на геометрию, чтобы вот управлять поближе ей, да. И выставляем ее на косточку. Так, надеюсь, она это все дело завяжет. Так, негалки посередине поставлю. Подложно будет какой-то косяк, потому что модель большая пустотелая, а косточка маленькая. Ну, вроде бы таких было пару раз такая ситуация. Не особо так. Ctrl-P. Бон. И пробуем сейчас, как она работает. Выбираем косточку. То бишь ринк. Заходим в флот-мод. Не привязалось, все нормально. Так. Выставляем ее на место. Смотрим, где она была в этом отверстии. Чуть-чуть выводим вперед. Ну, так где-то. И смотрим. Так. Опять же, я это все дело сейчас сохраню. И повторюсь, этот персонаж будет для скачивания в группе ВК, где выложены все модели. По всем роликам почти. Ну, не по всем, но больше ее части. Какие-то пропали, какие-то. Не стоит выкладывать. Так. Файл. Давайте. Стоять сохраню. Смотрим. Теперь, если мы будем крутить нашего персонажа. А. Так. Пардон. Следующий вариант. Это. Мы же не привязали еще. Значит, ремень. Ремень выбираем. Выбираем кости. И делаем Ctrl-P. Выбираем With-End игру. Заходим. Выбираем ремень. Заходим в модификаторы. Так. Тут уже арматура. А. Он был рядом. Как же он так привязался? Значит, один долой. И вяжем ее. А. Все. Выбираем. Выбираем. Ремень. Выбираем. Дата. Трансфер. И. Нажимаем на нашего персонажа. И. Подключаем вертик. Вертик. Зуб. Применяем apply. И. Что вот это произошло? То, что на вот этой стукенции уже была анимация записана. Вот она. Видите? На смотках. Это. С миксом. Вот такие вот. Арматуры. Все. И. Тут уже одна. Так. Вяжем теперь обувь. Ctrl. T. With-End игру. Смотрим. Сейчас будет такая же штука. Нет. Такой штуки не будет. Дата. Вяжем в силу. И. Опять же. Вертик. Вертельный круг. Аплай. Применяем. Так. А вот этой штукой. Тут уже другая ситуация. Я ее потом сделаю на косточке. Чтобы можно было. Вот это все делаем. Управлять. Добавлю еще кости. Ну это наверное еще будет один ролик по векам. И. И. Ролик наверное будет по вот этой ткани. Как ее лучше завязать. Получается. Так-то она отсела далеко. И. В принципе. Ну давайте попробуем. Отвязать никогда не долго. Если. Ctrl. П. Выпьем в игру. Она просто. Ну вся будет растяется. Это ж не. Как. Не рыцарь альянса. Там у него посередине. А эта вся будет как юбка сейчас тянуться. Добавляем. Дата. Трансфер. Нажимаем опять же. Привязаться к персонажу. Вертексами. И. Теперь. Аплай. Так. Надеюсь. Ничего не забыл. Так. Выбираем теперь персонажа. Заходим. А. Подходить забыл. Сейк. Выбираем теперь персонажа. Заходим в пост мод. И. Смотрим. Косточка у нас высоко. И. Теперь. Если мы будем крутить. Стазовую кость. Увидите. Что. Ремень сильно. Ну как. Он тянется. Да. Ну не до такой степени. Как он раньше тянулся. А. Тут еще. Если веса. Корректировать. Так. А что у него тут. А. Ну. В принципе. Вот. Лемень. Ну. Кто же. Искажается. Тянется. Вот. Такая штука. Ну. Уже получше. Он хоть целый. Остается. Так. Если мы сейчас. Включим. Внешний вид. Да. Все равно. Его гнет. Ну. Уже. Нужно. Настраивать. Значит. Весарень. Ну. Лучше. Его настроить. Я его. Лучше. Завезу. На кости. Вот. Это. Будет. Четкий. Привязанный. Допустим. К тазу. Раз. Два. Три. Четырьмя. Косни. Первая. По центру. Два. Сбоку. И. Одна. Сзади. И. Я их. Привяжу. К тазу. И. Они. будут держать. Этот. Три. Ну. Как. Вариант. Это. Тоже. Будет. Эксперимент. Так. Видки. Отлетели. Но. Они. Нам понадобятся. Потом. Ну. Уже. Можно. делать. Анимацию. Допустим. Это. Вот. Эти. Полигоны. Далека. Вид. Что-нибудь. Видно. Ничего не будет. Вот. Обувь тянется. Видите. Ну. Тянется. Потому что. Тоже. Есть. Такая. Настройка. Тоже. Тут. Нужно. Чуть-чуть. Подкорректировать. Садимся назад. И сюда. Они уже не тянутся. Ну. Такая штука. Так. Проверим рот. Теперь. Так. Он закрывается. Дверь. Вот. Можно. Сделать. Как будто. Он что-то жует. Анимацию. Если сделать. Чтобы. Веками. Моргал. Наверное. Вот. Видите. Детализация. Ушей. Это. Среди. Ну. Зато. Пять тысяч. Полигонов. Вот. Так. Это. Не есть. Гуд. Ну. Как. Для игры. Для игрушки. Какой-то. Допустим. Должен. Где-то. Бежать. Там. Что-то. Делать. Если вид. Допустим. Со спины. Или. Допустим. Вид. Впереди. Там. Где-то. Он может. Там. появится. Сбоку. Все. Как-то. Нормально. Так. Кто будет качать. Значит. Вот. Этого. Персонажа. Знаете. Тут. Не привязаны. еще. Вики. Я. Еще. Тут. Буду. Добавлять. Ему. Кости. Значит. Ткань. Наверное. Не надо. Давайте. Проверим. Как. Она. Вообще. Себе ведет. Может. Все. Это. Нормально. Смотка. Нормально. работает. Единственное. Ремень. Мне нравится. Ремень. Нужно. Поднастроить. Перевязать. Это. Точно. Ну. И. Так. Больше. Ничего. Особого. Возможно. Еще. Добавить. Ему. Какие-то. Доспехи. Мяки. Кувалды. Там. Сзади. Как будто. Мешок. Чего-то он несет. Кстати. А ну-ка. Давайте. Посмотрим. Как он. Изгибе будет. Так. Тут. Он-то и так. Изогнутый. И. Получается. Если. Вот так. Сделать. То. Будет. Вообще. Бомба. Сюда. Прям. Мешок. Чего-то. Наложить. Оружие. Там. Пушки. И. В принципе. Можно. Делать. Уже. Там. Полноценную. Анимацию. А туда же. Махать. Можно. С этим. сделать. С выцарем. Ну. Для тренировки. Для. Понимания. Анимации. Что у нас тут. Файл. оп. Эм. Тем. О. Тейп. А. Глаза. Я еще не посмотрел. Да. Давайте посмотрим. Как работают. А. Настройки. надо. Подождите. Вот, забыл. Значит так, выбираем вот эту кость и через шифт вот эту. Ctrl-Shift-C делаем Track-2. Видите, костика поднялась. Заходим, находим YZ. Так, что тут? Ну, пусть по миру стоит, да? Всё, настолько прошла. Следующую. Выбираем эту. Ctrl-Shift-C, Track-2, YZ. Выбираем центральную кость и пробуем её вводить. Вот, видите, глаза двигаются. А-G. Амплитуда небольшая. Видите, и она по центру. Сейчас я вам покажу. Вот, потому что глаза подключены к середине. И всё нормально всё это делаем. Смотрится Ctrl-Z, 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 Ctrl-Z. Всё, настройка оставляю, чтобы они были в изначальном состоянии. Так, единицы на нам паде. Вот такой персонаж. Вот такой Риг. Ну, с ремнём не прокатило. Надо его всё-таки весами настраивать. Так что, если кто-то знает, как можно обыграть это дело. Ну, только весами. Рисовать, чтобы кость какая-то... Вообще, вот эти... Возможно, вот эта кость тазовая на них и не влияет. А вот эти две влияют. И тогда можно зайти в обык-вот, выбрать, допустим, ремень. Так, выбрать сначала кости, потом ремень. Зайти в верхних спейнт и посмотреть. Вот, видите? Вот она тянет. Её нужно подрисовать. И вот эта кость тянет. Вот эти бока. Так, а задняя... Вот. Задняя тут тянет. Если мы сейчас нарисуем синим цветом, допустим... Я не помню какой. А, тут ещё и работает... Это что, кем-то? Ну, нет. Так, блур... Так... Гардиан... Нет. И попробуем... Вот так я уменьшила на минуса влияние. Так, это теперь... Лойлоз. И вот эту теперь... Так, этим мы накучили. А здесь что нам Лойлоз покажет? Ну, вот влияние вроде бы отключено. А ну-ка, давайте зайдём в обык-нот. Выберем пост-нот и попробуем... Ого! Они вообще перестали двигаться. Надо, наверное, теперь красным красить. Заходим теперь в обык-нот. Попробуем ещё разочек. Так, верхний здесь. Ага. Лойлоз… И sort of this. Я-о- state-is. Сейчас мы делаемся сьем, линоз. Ну, вроде бы нормально, тут же смут, вот смут, ой, вот уже, вот уже нормально, уже нет таких растяжений с ними, вот нужно было просто их настроить, Ctrl-Z, так, все, Object Note сохраняет персонажа, файл, save, ну, а следующий ролик века и может быть я ему тут еще таких нити ремней добавлю, потом, со временем, там, щит на спину, топор за ремень будет висеть, ну, какая-то такая-то штука, может смотки другие какие-то придумаю, сделаю, там, щитки, броня сверху такая, как с бамбука или с досок, ну, нормально, фантазия работай, да? Все, всем пока, до свидания.